Всем привет, вы на канале Антифаны, и да, ваше любимое приветствие, для тех, кто в танке, я админ и владелец сообщества, это реакция на видео нашей королевы контента Илички, или же студии Даймонд, не поверите она нас плагиатами назвала, ой как же обидно, в скобочках нет, на ее канале вышло видео мои антифаны, мои же плагиаты, звучит глупо, честно. Сразу говорю, антифаны это хьюйтеры у нас конечно же есть на то причина, я это к тому, что хьюйтеры не могут быть плагиатами, по крайней мере в нашем понимании, так что верить Эле это то же самое, что верить пьяному мужику со двора. Начнем с того, что Элли своровала превью нашего редактора для этого видео. С самого начала понятно кто тут плагиат. Студия Даймонд с самого начала говорит, что мы своровали даже наших оригинальных персонажей, хотя по сути, она судит по себе. Так как мы Алису и Кайло не воровали, я создавал их сам, а вот она персонажей вечно ворует. А до этого кстати она назвала наших персов плагиатом и пародией одновременно, хотя такое невозможно. Наши персонажи это пародия. Далее она говорит, мол ее персонаж Петра появился раньше Артепа, а сам наш маскот засветился только в декабре 2022 года. Но я тебе наверное открою Америку. Артеп появился еще в 2021 году и был показан в нашей группе ВК, ныне удаленной. Также Иличка говорит, что цвета просто поменяли местами, ха-ха, да ты умная оказывается, вот только я это давно говорил. Эля, дорогая моя, Артеп Аликорн потому, что он по задумке сильнее твоего персонажа, он появился намного раньше, чем Петра Аликорн. После она говорит про редизайн нашего маскота, вот только ты ошиблась, настолько ты не знаешь нашего персонажа. Его глаза не стали черными, просто один глаз отсутствует из-за его предыстории. Ха-ха, Эличка назвала Налу, Нал Нала, Ха-ха, ее зовут Нала Уинстон, и это пародия только на первую версию Лани. После чего идет Алмаз. Эля называет его жалкой пародией, но он выглядит лучше, чем дочь ее ОС, так что это просто необоснованный апсер хорошего персонажа. Насчет имени, да я не заморачивался, вот только ты видимо очки надеть забыла, имена маскота и его сестры, это просто перевернутые имена твоих персонажей. Дальше идет фраза аля у меня прав на этих персов больше, чем у антифанов, и тот факт, что они их изменили ничего не меняет. Опять открою тебе Америку, а вместе с ней и глаза ты воруешь чужих персонажей, просто немного их изменив, после чего говоришь, что они твои. А это кстати наш персонаж, которого ты украла. И наконец она заявляет, что наш редактор, а точнее Аура, взяла видео со своим персонажем и выложила к себе, но то видео не ее авторство. Во-первых не Женя, а Стася, ее не зовут Женей, во-вторых Стася сама разрешила взять это видео, а тебе например мы не разрешали наши видео брать. И ты на оригиналы даже ссылки не оставляешь. А вопросов на тему нас не было, потому что твои ответы никому не всрались. Мне плакать от тупости Эли или смеяться, она говорит мы ей завидуем, ха-ха-ха, что-то не верится. Тебе, воровке завидовать себя не уважать. Ты просто пытаешься за счет обсирания нас поднять себе самооценку. У-у-у, как нам страшно, как мы боимся Эличку, Эля прости нас. Нет, ни хера, не дождешься. Далее идет заявление, что мы не можем создать оригинальных и красивых персонажей. Эм-да, ты даже не видела всех наших персонажей, я создавал их сам, и неужели ты своих персонажей считаешь красивыми? Не смеши меня. Эля воровала видео нашего редактора, наши видео, наших персонажей и персонажей моих подруг. Она пыталась воспользоваться двумя нашими участницами. И неужели вы после всего этого будете на ее стороне? Неужели вы ей верите? А теперь я, пожалуй, скажу, почему Эличка нас плагиатит. Она взяла кадры из наших видео и поставила себе на шапку и аватарку, а также на аватарке в Телеграм. Она нагло своровала нашего маскота и выставила за своего персонажа. Также Эличка сделала другого перса в стиле Артепа. Мы ее персонажей за своих не выдавали, и я в сообществе в ВК сказал сразу, что наши персонажи созданы по подобию ее персов. И что автор оригиналов она. Да она еще и видео наши ворует, даже не оставляя ссылку на оригинал. Так что делайте выводы, кто плагиат. Тем более я сто раз ей говорил, что в этом виновата она, так как воровала и продолжает воровать персонажей моих друзей плюс воровала моего. Помимо этого она не умеет вежливо общаться, принимать критику и может просто обосрать хорошую работу, о чем я сообщал в ВК. У нас полно оригинальных персонажей, которых сомневаюсь, что вы где-то найдете. Вы можете подписаться на наш телеграм и ВК. Там будут новости и разные посты. Эли кстати самый логичный человек в мире. Это сарказм. Она меня заблокировала в своем телеграм канале, ссылку на который сама же и скинула. Не поверите, она у меня сохранена. А после этого она еще просит, хотя просьбой это назвать нельзя, скорее приказ. В общем говорит ее разблокировать в нашем ТГ канале. Еще чего. И заметьте, мы Ильичку не оскорбляем и не посылаем. А она посмела послать двух наших участниц на всеми знакомые три буквы.